Вот мы все ждем настоящую весну, а она, представляете, уже у нас в студии. Среди всех вузов эту девушку выбрали как самую красивую, творческую, обаятельную и умную студентку. Областной этап международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева весна-2017» завершился. Завершился победой студентки лечебного факультета медицинского университета Екатерины Пролевско. Все, я пошел с ней знакомиться. Я с тобой. А к нам в студии уже присоединилась наша замечательная, безумно красивая гость. Мы не можем этого не отметить. Не можем. Екатерина Пролиско, победительница международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева весна-2017». Поздравляем с победой. Доброе утро. Спасибо большое. Спасибо, что озарили нашу студию вашей красотой, улыбкой. Вам спасибо, что пригласили. Твоя любимая пора года после этого конкурса, наверное, весна, нет? Ну, конечно же, до этого моя любимая пора года была весна. Я так и подозревала. Весной все-таки пробуждается не только природа, но и наши чувства человеческие. Я чувствую прилив энергии, подъем и, конечно же, озаряю всех своих улыбкой. Расскажите нам немножко о своей королевской жизни. Чем занимаетесь, увлекаетесь, вообще чем помогаете миру? Вообще, я сейчас являюсь студенткой Гродненского государственного медицинского университета. На первом курсе учусь лечебного факультета. Конечно же, учеба – это основная моя деятельность, но это не мешает мне оставаться с собой, развивает другие мои интересы. Я танцую. Я являюсь действующей танцовщицей группы поддержки БГК «Старс», которая в Бресте находится. Группа поддержки. Это что-то вроде черлидинг? Да, мы работаем не только с помпонами, но мы еще работаем с баттон-флагами, с баттон-палками, с лентами гимнастическими, включая акробатику и танцевальные движения. И даже какие-то акробатические элементы выполняешь. Да, конечно же, да. А вот откуда такая подготовка? Ну, с самого детства я занималась художественной гимнастикой, плаванием, большим теннисом. То есть немножко спортивная физическая подготовка у меня есть. И, наверное, в танцах я своих лет с 12, и нас сразу обучали всяким возможным переворотом, шпагатом, залазить в стойки различные. Ну, то есть мы все это умеем, все это делаем. Понятно. То есть у тебя все навыки были? Тебе просто предоставилась возможность все это как-то проявить, усовершенствовать? И вот действительно ты нашла то, что тебе нужно, где можно это хорошо себе показать. Расскажи о конкурсе. Какие были номинации? Что было сложного? Ну, в конкурсе, конечно, было очень много номинаций, такие как Мисс Фото, Мисс Дружба, Мисс Грация, Мисс Зрительских Симпатий, Мисс Онлайн, Вторая Вице-Мисс, Первая Вице-Мисс и Королева Весна. Самое сложное, наверное, в конкурсе это было чувство самообладания. Мы должны были посещать все репетиции, не пропуская ответственно относиться к тому, что мы делаем. Это не просто конкурс красоты, это возможность показать свои артистические способности, свою, не знаю, харизму. Ну, как-то проявить себя, может быть, не так, как тебя видят в обычной жизни. Да, открыть себя с разных сторон. Какой конкурс, какая номинация ты считаешь, в какой номинации ты себя наибольше... Наиболее хорошо проявила, наверное. Да, чувствовала себя увереннее всех, в какой номинации? Скорее всего, конечно, что был творческий номер, потому что со сценой я на ты, можно сказать. И дефиле, конечно, все равно это все сцена, это артистические способности, которые у меня присутствуют и которыми я воспользовалась. Дефиле тоже было, это дефиле в купальниках? Дефиле в купальниках у нас было на МИС-университет, на международном межвузовском конкурсе. Было дефиле в белорусском костюме, дефиле в официально-деловом стиле и, конечно же, в вечерних платьях. А тебе какое дефиле больше всего понравилось? Конечно же, в вечерних платьях, потому что каждая девушка мечтает надеть на себя красивое, дорогое вечернее платье, которое нам благодарно предоставили салон «Модная версия». Ну и, конечно, мне также понравился белорусский выход, потому что это было не просто дефиле... Национальных костюмов, да. Да, это с элементами танца было, это немножко была такая постановка, в которой каждая девушка могла показать свои танцевальные способности, показать себя и просто олицетворять белорусский образ. Когда ты вот начинала участвовать, только пришла, думала ли ты, что победишь? Нет, конечно. Я тоже снова. Нет, девочки все были очень достойные. Я могу сказать, что я, наверное, самая младшая была участница, и я на всех смотрела так вот с восхищением, потому что у каждой девочки был невероятный творческий номер, невероятная харизма, и все достойные, действительно. Так, расскажи, на каком факультете ты учишься? Лечебный факультет. Лечебный факультет. Хочешь помогать людям? Да. Ты уже им помогаешь, да, Реш? Ну, я смотрю, тебе особенно уже помогли. Да, кажется, я заболел, мне нужен врач. Сережа, и тебя вылечит. Не волнуйся. А я вот, кстати, прочитала, на конкурсе демонстрировали, кроме того, что свой интеллект девушки, но и творческие способности. Ясно все. Каким образом, скажи, демонстрировали интеллектуальность? Интеллектуальный конкурс у нас заключался в том, что каждый член жюри задавал девушке, которая интересовала его, интересующий вопрос. Без подготовки. Без подготовки, конечно, нам ничего не говорили. Тексты не учили заранее. Но также очень было интересно, что, например, некоторые члены жюри задавали вопросы на белорусском языке. Вопросы были такие разные, например, у меня был, какие добрые дела я совершала в этой жизни, у другой девушки, в каком жанре бы она сняла фильм или установила памятник кому бы, какие сумасшедшие самые поступки делали девушки. Ну, вопросы довольно разные. Давайте адресуем тебе вопрос о самой сумасшедшей поступке. Коль ты уже заговорила. Ну, этот мой вопрос мог попасться вполне тебе. Как бы ты на него отвесел? Да, конечно. Ну, наверное, самый мой сумасшедший поступок для себя – это рискнуть, пойти наперекор, можно сказать, семье и танцевать. Потому что 11 класс, конечно, поступление очень было. Был такой важный период. Куча репетиторов, куча занятий в школе. Школу я также закончила с медалью. Вот. И был такой вопрос, что я должна бросить танцы. То есть уже родители, наверное, настаивали. Вопросы ребром. Да, сказали, с 1 сентября ты не танцуешь. Но это все продолжалось до 1 декабря, 1 марта, в итоге 1 мая, и по сей день я все равно танцую. Родителям привет. Ну, в итоге, посмотри, Катерина справилась со всем. И с медалью в школу закончила, и поступила, да. И танцует. Танцевала и танцует по сей день. Ты стала самой красивой девушкой своего университета. Какие у тебя еще были награды до этого конкурса? До этого конкурса я также участвовала в школьных мисс, мисс школа, когда-то занимала в классе девятом. Также я участвовала в конкурсе мисс... Мира. К сожалению, пока нет, но это пока. Мисс БГК. Там тоже были номинации зрительских симпатий. Ну и вообще просто участвую в различных показах для себя. То есть уже какой-то опыт был определен у тебя на сцене, было удобно, комфортно, ты чувствовала себя в своей тарелке. Можно и так сказать. Хорошо, но дальше ведь тоже предстоит очень серьезный этап. Ты уже выдвигаешься на республику от нашей области. Я буду представлять, да, Гродненскую область на республиканском уже этапе, который будет проходить в Минске. Примерная дата, по-моему, 23 мая. Ну, так это уже скоро. Подготовка какая-то тоже должна идти, наверное, уже полном ходе. Это уже будет, конечно же, в Минске. А, уже там, на месте. Да, но, конечно, это не должно мешать учебе, поэтому... Ну, конечно. Это будет не целый месяц подготовка. Но пока я просто повторяю какие-то позировки, какие-то основы сценического мастерства. Просто не забываю это. Ну, там будет такой же конкурс или какие-то другие номинации? Может, что-то новое опять нужно будет что-то готовить? Ну, скорее всего, это будут точно такие же проходки, творческий номер обязательно. Ну, и, конечно, интеллектуальный, куда без него. А как ты думаешь, Катя, что весит больше, килограмм стекловатты или килограмм железа? Одинаково. Она уже прошла. Подготовка пройдена. А вот еще хотела спросить, конкурс ведь международный, межвузовский. Да. То есть после республиканского этапа тоже есть какой-то этап уже? Да, в этом конкурсе принимают девушки из университетов стран СНГ. И дальше будет уже среди таких стран, как Россия, Украина, Китай, может быть. Екатерина, мы очень благодарны, что ты пришла сегодня к нам в гости. В студии нашей стало красивее и светлее. Я стал повеселее. Да, мы стали улыбаться еще больше. Продолжение следует.